вот такую домашнюю лапшу сегодня мы будем готовить с курочкой вкусной свеженькой с морковочкой с лапшой домашней очень красивая очень аппетитная и вкусная давайте готовить всех приветствую сегодня я готовлю домашнюю лапшу что нам для этого понадобится конечно же мука я взяла 250 300 грамм муки пока взяла 3 яйца можно на двух яйцах установлюсь посмотрю соль где-то столовую ложку растительного масла для эластичности теста и корку мы я добавлю чтобы лапшичка была домашняя желтенькая такая бывает яйца желткие прям красные желтые такие лапша желтая но эти мне яйца такие кормили их кормом не подкрашивались не домашние яйца и в общем я добавлю куркуму столовую ложку куркумы в тесто куркума очень будет полезно это природный антибиотик отличный антиоксидант поэтому лишним он не будет помимо того что он придаст цвет желтенькой нашей лапше еще и полезности придаст и так мы просею я сейчас муку муку я просеяла а теперь прежде нужно в муку отправить сухие продукты какие у нас сухие продукты это соль чайную ложечку соли я отправлю сюда и куркуму отправлю две неполных чайных ложечки куркумы ты еще можно не полный в общей сложности столовую ложку смело можно отправить бульон закипел бульон у меня там уже курица у меня варится вот так сухие продукты хорошенько перемешаем перемешаем мука сухая наша мука желтенькая и так я перемешала хорошо муку с куркумой пожалуйста можете не добавлять куркуму это не обязательный ингредиент я вот просто решила давать обычная быстро варишь дети любят же лапшичку домашнюю покупали готовую готовили бульон сварил забросил зелень и лапшичка готова но сегодня я хочу вот домашнюю лапшу приготовить и заодно показать как я ее делала повторяю с куркумой я не постоянно делаю ну вот сегодня захотелось с куркумой теперь яйца видите желточки бледненькие пока два яйца я беру вот так я в кружку взбиваю белок желтком взбиваем и буду вносить но обязательно условие что тесто вымешиваем только на одних яйцах на домашнюю лапшу чтобы наша лапша не раскисала эту купишь магазин и надо сразу свеженькую скушать потому что она постоит она разбухает и бульона не остается одна лапша поэтому я сегодня решила не яйца а приготовить домашнюю лапшу и так я буду вымешивать тесто вылью сюда столовую ложку масла для эластичности и буду вымешивать тесто мы вымешали теперь мы должны дать отдохнуть на 15 накрыв его такое желтенькое тесто у нас получилось накрываем и пусть отдыхает тесто полежала желтая не бойтесь она сварится будет но еще раз говорю вы можете делать и без куркумы это уже мой выбор так пару лепешечек и мы должны наше тесто раскатать тонко раскатываем бульон у меня уже почти готов жирненький с хорошей курочки домашняя лапшичка будет сама дом итак наша задача тонко раскатать наши лепешки я буду раскатывать потом когда буду уже нарезать подключиться я продолжаю раскатывать тесто потоньше тесто делаю хочу напомнить что я взяла 300 грамм муки изначально я вбила два яйца в кружку но на эти 300 грамм у меня ушло третье яйцо чайная ложечка соли все воды ни грамма столовая ложка растительного масла для эластичности и куркуму я добавила столовую ложку не полную горкой если вы не желаете куркуму пожалуйста не добавляйте я ее добавила для цвета и для того что вообще рекомендуется любое блюдо добавлять супы соусы в различные блюда добавлять куркуму не за цвета даже а из-за того что она очень полезная поэтому я стараюсь сейчас придерживаться здорового питания полезного отказалась даже от фабричной лапши который много лет возвращается все к прошлому когда-то мы лапшу всегда сами катали теперь я вернулась сейчас я вот эти коржи раскатаю немножко они подсохнут чтобы резать их будем нарезать хороший красивый куриный бульончик у меня готов я туда отправлю только лаврушечку и зелень после того как лапшу заброшу будет вкусная с перчиком черным в тарелочку добавлять домашняя лапша тесто мы раскатали так я его не жду сильно подсушить поэтому перед нарезкой я мукой обильного так посыпаю потом ее стряхнем не переживайте в бульоне она будет нормально чистый бульон будет кто-то режет на полоски и потом уже шинкует но я люблю домашнюю лапшу длинненькую поэтому я еще раз перед обильно мукой просыпала и вот так лепешки я делаю небольшие поэтому они лапша сильно длинный не будет вот так скручиваю рулетиком и на досточки будем нарезать сейчас нашу лапшичку и буду я отправлять в дуршлаг люблю тоненькую вот так прям тоненько нарезаем хорошим острым ножом рулетик я его не придавливаю слегка держу просто вот рулетик слегка вот так держу тесто не придавливаю не прижимаю тут уже дело ваше вкуса потолще пошире вы любите лапшу я люблю если это домашняя лапша то она должна быть длинненькой тоненькой желтенькой сейчас вот посмотрите я нарезаю наш рулетик вот я нарезала и вот таким макаром мы ее стряхиваем и от мухи от муки и она расправляется лапша наша видите вся она легко хорошо развернулась конечно бульон надо бросать чистую лапшу чтобы бульон не был мутным мучнистым для этого можно сито опустить в предварительных кипяток сполоснуться мука а потом уже в бульон отправляем ну я вот привыкла вот так я ее отправляю сюда и вот так потрясу лишняя мука уйдет сейчас она должна у меня подсыхать я на лапшичку вот этот подсол немножко но я все равно мукой видите лепешка небольшая поэтому я не делаю большие лепешки не будет сильно длинная лапша можно вот так ее свернуть опять сворачиваем удобнее работать с небольшими лепешками мне по крайней мере и нарезаем и поверьте эта лапша на пьедестале первого места будет стоять и то что все равно что мы покупаем конечно нам когда нужно быстро мы фабричную лапшу отварим ну ее можно вот эту лапшу мне например вся не уйдет бульон можно посушить в мешочек баночку стеклянную потом когда нужно сварить она прекрасно вся у нас рассыпается все дружки она у меня еще так хорошо сотрясу она вся у меня будет вот она лапшичка не слипается сейчас еще кружок на режу и буду отправлять бульон сейчас я вот еще покажу как две лепешки я просыпала мукой как можно делать на недлинную лапшу да но опять же ширина так разрезается друг на дружку складывается и нарезается нет алиночка сейчас последний вот так режем доставать вот видите пожалуйста можно не длинную вот такую лапшу делать уже прекрасно детки мне кажется салим ты какую больше любишь лапшу длинную или короткую вот длинную любят они на ложке ловить поэтому тут дело вкусное потому что она печеречка вот видите вот такую пожалуйста лапшу сделайте дорежем уже ее я сейчас излишнюю лапшу посушу и у меня уже будет готова на следующий раз когда захотим лапшечку сварить домашнюю у меня будет она готова так пожалуйста тоньше шире сами тебе вы хозяева сам себе реликтор какую надо видите прекрасная лапшичка сейчас ее на разносе растелю чтобы она просыпала но сварим мы сейчас все таки длинную лапшу ну все лапша готова будет покажем лапша наша готова вот такая лапшичка получилась желтенькая морковочку я тоже на соломочку длинненькую порезала бульончик такой красивый прозрачный вкусная лапшичка перчик я сюда не добавляю я алины положила в свое блюдо я насыплю крепкого острого черного перчика и приятного аппетита делайте себе делайте своим близким делайте своим деткам такую лапшичку красивую вкусную я куркуму добавляла можно не добавлять тогда она будет беленькая ну если яйца у вас домашний желтый желток то она тоже будет немножко желтенькая и так аромат идет с укропчиком зеленым лучком всем приятного аппетита готовьте такую лапшу своим близким хоть раз в месяц ставьте лайки подписывайтесь на наш канал спасибо всем тем кто остается на моем канале всем пока спасибо 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 спасибо